В эфире телеканала Видное ТВ, выпуск новостей, в котором для всех, кто остается в эти дни дома, мы расскажем о текущих событиях и подведем итоги прошедшей недели в Ленинском городском округе. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. Но в начале коротко об основных темах сегодняшнего выпуска. Заместитель руководителя областной госжилинспекции Александр Белоусов проверил качество дезинфекции подъездов в Видном. Здесь твердая четверка, может быть, даже в плюсах. В Видновскую районную клиническую больницу волонтеры доставили медицинские маски и продуктовые наборы для врачей. Нам это сегодня прям поддержка, прям очень необходима. Соблюдают ли жители режим самоизоляции? Сотрудники полиции и общественники проводят профилактические рейды. Мы с утра очень рано выходим, пока нет никого. Потом заходим домой, сидим дома. В поле зрения камер наблюдения одного из магазинов попал грузовик, который свалил мусор прямо на одном из въездов БСНТ «Победа». Он там постоял еще, приехал сюда, все это сбросил и уехал в том же направлении. Жители пяти домов микрорайона Купеленка стали участниками акции «Аплодил им стоя». А вот это было круто! Заместитель руководителя областной госжилинспекции Александр Белоусов проверил качество дезинфекции подъездов в Винном. Вооружившись влажными салфетками, он оценил частоту тех элементов входных групп и первых этажей, к которым чаще всего прикасаются жители. Какую оценку поставил ревизор из ГЖИ, расскажем в нашем сюжете. Улица Советская, дом 2. Первый адрес, по которому отправился заместитель руководителя областной госжилинспекции Александр Белоусов с проверкой качества частоты подъездов. В сегодняшнее непростое время этому вопросу уделяется особое внимание, а потому и требования повышены. Немножечко попались в нас, и вот здесь уже облако стоит. Дверью хлопнули, стукнули, все посыпалось, мы все это вздыхаем, и со всем этим мы пошли домой. В подъезде чувствуется запах хлора, значит уборка проводилась. Хотя запах не всегда показатель. Многие управляющие компании пользуются дезинфицирующими средствами без хлора. Показатель чистая салфетка. Но в этих домах оценка проверяющего 3 с минусом. Делегация перемещается в микрорайон Купеленка, северный квартал, дом 17. Александра Белоусова встречает старший по дому. К нему и вопросы. Как жители отзываются о проведении таких мероприятий? Все довольны. Даже жители есть такие, которые выходят, то есть помогают самим. В соседнем доме дезинфекция в самом разгаре. Уборщица Диля тщательно протирает поверхности специальным раствором. На каждый подъезд требуется немало времени. Один час. В день. В день. Один час. Это уборка. Первый этаж. Первый этаж. А один раз в день делаете? Каждый день. Здесь оценка нашего ревизора значительно выше. Здесь твердая четверка. Может быть, даже с плюсом. По словам Александра Белоусова, главное не наказать за некачественную уборку, а разъяснить, какие имеются недоработки. Управляющая организация, либо те или иные граждане, которые проводятся на обработку, ну, возможно, не во всех случаях обращают внимание именно на то, что стоит продезинфицировать. А путем вот таких выездных мероприятий, путем такого контроля, можно обратить внимание на контур двери, как мы сегодня с вами видели, да, на электрощитовые, на те участки, где оседает пыль. Я тоже решила сегодня побыть в роли ревизора. У меня есть салфетки влажные. Я сейчас проверю, насколько чист этот подъезд. Мне кажется, чисто. Конечно же, ответственность сегодня не только на коммунальщиках, но и на каждом жителе. Ведь, согласитесь, несложно, выходя из дома, пройтись влажной салфеткой по перилам, дверным ручкам и кнопкам домофона. Это наша с вами безопасность. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Ольга Садовская. Видное ТВ. В связи с коронавирусной инфекцией гражданам рекомендуется соблюдать социальную дистанцию, то есть располагаться друг от друга не ближе полутора-двух метров. Чтобы было проще соблюдать это правило, в местах массового скопления людей наносят специальные метки. Подобная разметка есть во всех продуктовых магазинах Ленинского городского округа. Скоро они появятся и на остановках общественного транспорта. Специальные полосы наносят сотрудники компании Дорсервис. В зависимости от расстояния остановочного павильона до дороги, разметка расположится в один, два или три ряда. От бортового камня 50 сантиметров от начала дорожного полотна до разметки. Между разметки полтора метра и между полосами, которые будут проходить, тоже полтора метра. Разметка имеет желтый цвет, чтобы быть более заметной для людей с нарушением зрения. По словам сотрудников Дорсервиса, всего в Ленинском городском округе более 100 остановок общественного транспорта. Если позволят погодные условия, разметка на них будет нанесена в течение 3-4 дней. В Видновскую районную клиническую больницу молодежным крылом Всероссийской общественной организации ветеранов боевое братство были доставлены медицинские маски и продуктовые наборы для врачей. Насколько необходима такая помощь в нынешнее время, объяснять не нужно. Александра Столярова продолжит. В настоящее время медицинские работники Видновской районной клинической больницы нуждаются в средствах индивидуальной защиты. Активисты движения «Волонтерская рота», созданного при Всероссийской общественной организации ветеранов боевое братство, привезли медикам тысячу медицинских масок и продуктовые наборы. Наши волонтеры работают по всей Москве, по округам и в 30 субъектах Российской Федерации. Пожилым людям сейчас очень нужна помощь. В колл-центрах занимаются, доставляют горячую еду, питание, в том числе и по Ленинскому городскому округу. При входе в больницу человек в защитном костюме всем измеряет температуру. Активистов встречают главный врач Бутай Бутаев и его заместитель Елена Зинатулина. От лица всех медицинских работников они благодарят добровольцев волонтерской роты. Все мы прекрасно понимаем, что любая сейчас посильная помощь, она применима и необходима. Поэтому, значит, те же самые маски, значит, это достаточно большой дефицит, который не так легко достать. Поэтому огромное вам спасибо. Медицинские маски, привезенные волонтерами в «Видное», были изготовлены во Владимире, на предприятии, с которым сотрудничает местное отделение боевого братства. Сейчас все понимают, этот продукт в дефиците. Нам это сегодня прям поддержка, прям очень необходима для наших медиков, которые количество контактов увеличивается, поэтому это первое является необходимостью на сегодняшний день. Работа волонтера на этом периоде – это помощь тем людям, которые находятся на самоизоляции. Сейчас у нас около тысячи заказов в день делает наша организация. 100 волонтеров зарегистрировано, мы активно работаем. Помощь гражданам и медикам оказывают и депутаты Ленинского городского округа совместно с волонтерским корпусом. На данный момент в нем уже числятся около 150 человек. С 20 марта ими было обработано более 400 заявок. Мы все как раз помогаем, кто чем может. И совет депутатов сегодня не находится в стороне, мы активно подключаемся. Депутаты по своим округам организовывают, помогают организовывать штабы волонтерские, чтобы помогать старшему поколению не выходить из дома. Александр Столяровый, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ Общественная палата Ленинского городского округа продолжает осуществлять поддержку нуждающимся во время режима самоизоляции. Один из арендаторов оптово-продовольственного центра «Фуд-Сити» обратился к общественникам с инициативой оказания благотворительной помощи в виде одной тонны овощей и фруктов. Газель с картофелем, помидорами, кабачками и мандаринами доставили в город благодаря сотрудникам МВУ «Дорсервис». Вот сейчас приехала машина с утра, у нас есть волонтеры, есть помощники, сотрудники «Дорсервиса», которые помогут нам сейчас разгрузить, после чего мы это все расфасуем и развезем до адресатов. Все коробки и мешки были выгружены, пересчитаны, после чего распределены между получателями помощи. В первую очередь овощи и фрукты окажутся на столе у людей с ограниченными возможностями здоровья. Стоит отметить, что это уже не первая благотворительная акция за последние недели. У нас были продуктовые наборы, которые мы развозили, мы тоже самое здесь все отражаем. И сейчас эта партия будет очередная для тех, кто не получал. Здесь придут люди, которые стоят как бы в очереди на то, чтобы получить какую-то помощь. И люди очень рады, очень благодарны. Они от всего сердца выражают благодарность всем добрым, щедрым людям, кто о них помнит, не забывает. На этот раз помощь будет оказана инвалидам-диабетикам и подопечным православного социально-реабилитационного центра Тихвинской иконы Божьей Матери. Часть продуктов развезли по адресам сами общественники, а также им помогли социальные работники. Я социальные работники, вы много включены вам. Отпечивайте, вставил, 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 не на вам. Все ждут, благодарят. Пока все сознательные граждане сидят по домам, на улицу выходят сотрудники полиции и общественники для проведения рейдов на предмет соблюдения жителями режима самоизоляции. Вместе с ними в еще недавно людные места города Видное вышел наш корреспондент Дмитрий Книга. В рамках профилактических мероприятий во время объявленного властями режима самоизоляции сотрудники полиции вместе с казачьей дружиной проводят совместные рейды. Главная цель – напомнить жителям округа о необходимости соблюдения правил безопасности. Вежливо к ним подходим, представляемся и информируем о том, что существует такой режим самоизоляции. И если мы видим граждан старше 65 лет, мы вручаем уведомления о том, что необходимо находиться на таком режиме. Рейды проходят в тех местах, где наблюдалось массовое скопление граждан до введения ограничительных мер. Советский проезд практически опустел. Сейчас здесь изредка можно встретить одиноких прохожих. Желательно находиться дома. И как раз в вашем случае вы можете выходить на работу, если вы являетесь сотрудником непременно действующей организации. Ну и соблюдать, соответственно, меры предосторожности. Желательно масочку одевать, перчаточки. Каждому жителю сотрудники полиции выдают на руки уведомления информативного характера, где перечислены все допустимые случаи, когда можно покидать свои квартиры. Это оказание медицинской помощи, походы в продуктовый магазин или в аптеку, выгул домашних животных вблизи дома. Я поддерживаю это, конечно. Мы сидим дома. Только вот магазин я хожу, соблюдаю маски. В целом люди с пониманием относятся к подобным рейдам ввиду сложившейся ситуации. Обязательно должно быть. А как же? Чтобы меньше народу было. Тогда соприкосновений будет меньше и заболеваний меньше будет. На набережной реки Купеленки тоже немноголюдно. Однако и здесь можно встретить местных жителей. Они хоть и выходят на улицу, но стараются сохранять социальную дистанцию. У меня взрослые родители, которых мы уже месяц не видели, потому что к ним не ездим. Только передаем продукты, и на этом наше общение заканчивается. Я думаю, что чем больше людей будет оставаться дома, или как минимум сократить свои выходы, тем ситуация будет лучше. На прошлой неделе были закрыты все детские площадки, но до сих пор здесь можно увидеть недисциплинированных родителей. Мы с утра очень рано выходим, пока нет никого. Потом заходим домой, сидим дома. Молодой маме было сделано замечание, а детскую площадку оградили специальной лентой. Режим самоизоляции продлится до конца месяца. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. В поле зрения камер наблюдения одного из магазинов, расположенных на Расторгуевском шоссе, попал грузовик, который свалил мусор прямо на одном из въездов в СНТ «Победа». Кроме того, транспортное средство повредило провода, из-за чего жилой комплекс «Государев дом» остался без интернета и телевидения. Хорошо, что на территорию СНТ «Победа» есть несколько въездов, иначе жители бы оказались в изоляции. Прямо посреди дороги неизвестный грузовик сгрузил горы строительного мусора. Свидетелем этого стал сын местной жительницы Людмилы Дмитриевны, но сделать ничего не успел. Все произошло очень быстро. Собаки гавкают, шум и так далее. Но стал смотреть, увидел вот этого КамАЗа, который в спешке все это совершил. Он ехал из Москвы, в Варшавское шоссе и поворот, где светофор. Он там постоял еще, приехал сюда, все это сбросил и уехал в том же направлении. Момент, когда грузовик появился у дороги, попал в поле зрения камер наблюдения пиццерии, расположенной напротив дороги в СНТ. Но не за пиццей приехал водитель посреди ночи. К сожалению, на съемке невозможно разглядеть регистрационный номер машины. На кадрах видно, что нарушитель спешил и начал движение с поднятым кузовом, таким образом оборвав провода, тянувшиеся вдоль трассы по столбам. Самосвал остановился и, думаю, у надписи Лопатина, вывес, знака, пытался отмотать эти провода, чтобы потом ехать дальше, иначе бы он не уехал. Из-за этого жители ЖК «Государев дом» оказались без интернета и телевидения. Был поврежден магистральный кабель связи нашего информационного партнера, МФС «Телеком», в результате чего в жилом комплексе «Государев дом» пропало телевизионное вещание. Благодаря оперативным действиям нашего информационного партнера, авария была устранена в кратчайшие сроки, и телевизионное вещание установлено в полном объеме. Местных жителей поражает циничность, с которой совершено правонарушение. И это несмотря на то, что санкции по таким инцидентам предусмотрены весьма серьезные. На юрлиц, которые вот этим занимаются, предусмотрена ответственность от 100 до 250 тысяч. Штрафуется машина, отправляется на штрафстоянку. Если докажется то, что грунт в такой, или вот этот мусор, он ядовит, или с какими-то отходами, то это предусмотрена тоже уголовная ответственность. Сотрудники Госаднотехнадзора совместно с экологами и полицией постоянно проводят рейды по выявлению незаконных свалок. Но рисковые нарушители продолжают свое, в буквальном смысле, грязное дело. Такие инциденты на территории Ленинского района происходят постоянно. Вот мы отъехали всего три километра по Расторгуевскому шоссе. Позади меня Бутово парк. И здесь, прямо у дороги, находится огромная куча строительного мусора. Когда она здесь появилась? И кто в этом виноват, увы, неизвестно. Сотрудник пиццерии Андрей Беляков, сам местный житель и, сталкиваясь с подобным отношением к природе и людям, не может оставаться равнодушным. 200 метров вперед был организован небольшой съезд в поле. И все высыпалось в поле. Мы сами перекрыли его бетонными плитами, перекопали. Сейчас как бы не прорываются. По факту произошедшего местные жители написали заявление в полицию. Мне вообще хочется, если есть такая возможность, мне обратиться к водителю. Не знаю, что происходит в голове у человека, который это совершил. Но, пожалуйста, задумайтесь. Это может быть и даже началом. Вот он сбросил раз сюда. Что ему помешает сделать это в другой раз? С кучами мусора тоже все понятно. Ими займется муниципальная компания «Дорсервис», рабочие которой оперативно отреагировали на произошедшее. Приехали сотрудники «Дорсервиса», осмотрели эти кучи, наверное, оценили, сколько нужно задействовать своих сил для этой уборки. Надеемся, что сегодня уберут. Но это получается, что бизнес этих ребят построен на том, что они все это разбрасывают, а коммунальные службы местные должны это все утилизировать дальше. Сотрудники Госадмтехнадзора обращаются к жителям муниципалитета. Если вы стали свидетелями подобных инцидентов, фиксируйте номер автомобиля нарушителей, сообщайте в соответствующие органы, чтобы виновные обязательно понесли наказание. Максим Козлов, Константин Брылов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Директор Бутовской школы номер 2 Ольга Амелькова провела для родителей учащихся экскурсию по новому корпусу учебного заведения, которое в ближайшее время будет сдано в эксплуатацию. Вместе с ними новую школу посетил и наш корреспондент Дмитрий Книга. Жителей Дрожжино в скором времени ждет радостное событие. К сдаче в эксплуатацию готов новый корпус Бутовской школы номер 2 на 550 мест. Всего три года назад был сдан первый корпус, но он не готов был принять фактическое количество учащихся. Сейчас наша школа очень переполнена. Проектная мощность рассчитана на 825. Обучаются 2400 человек. Поэтому эта школа для нас спасение. И мы готовы 22 класса, 550 человек, переместить в здание номер 2. Здесь созданы все условия для комфортного обучения детей. Стандартные просторные классы с большими окнами рассчитаны на 25-30 человек. В каждом кабинете, помимо традиционной, имеется смарт-доска. Строительство завершено. Комплектование выполнено на 100%. Завершаем работы по монтажу системы безопасности «Регион» по программе губернатора Московской области. И в ближайшее время организуется передача на баланс муниципалитет. Специализированные кабинеты оснащены необходимым оборудованием. В кабинете химии есть вытяжной шкаф и лаборантская. На уроках технологии мальчики будут знакомиться с работой токарных и сверлильных станков, а девочки заниматься шитьем и кулинарией. В школьной библиотеке расположится медиазал, где можно будет заниматься проектной и исследовательской деятельностью. Рядом с ним столовая, рассчитанная более чем на 200 мест. Кухня предназначена для приготовления самых разнообразных блюд. Это котлы, в которых будут вариться вкусные борщи и щи. На настоящий момент в школе работают 72 студии дополнительного образования. В реализации творческих и спортивных задач помогут новые помещения. Актовый зал с современным сценическим оборудованием вместимостью 290 мест и спортивный зал площадью 500 квадратных метров, подходящий для игры в баскетбол, волейбол, футзал и других видов спорта. Для занятия танцами предусмотрен хореографический зал с большими зеркалами во всю стену. Мы сегодня посмотрели довольно содержательную экскурсию по новой школе. Остались довольны. Мы будем очень ждать с нетерпением открытия. Но думаю, детям нашим понравится. Учителя осмотрелись и уже представляют, как будут обживать помещение нового учебного заведения. Я являюсь еще классным руководителем 5-го Д-класса. Мы с ними на классном часе разговаривали. Они тоже также ждут с нетерпением открытия новой школы и хотят именно попасть в новую школу, чтобы посмотреть и учиться уже с первых дней в новой школе. Планируется, что здание откроют к новому учебному году. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Видное ТВ. Потихоньку привыкаем к домашнему заточению. Вдруг откуда-то появляются дела, вспоминаются давно позабытые увлечения. В общем, скучать-то оказывается и некогда. Герои нашей рубрики «Вместе дома» тому подтверждение. Творчество не имеет границ. Ему нипочем запреты. И даже в период самоизоляции творческие люди умеют находить вдохновение и заставляют ситуацию работать на себя. Художественный руководитель актерской школы «Волна» Алексей Мельников на собственной лоджии оборудовал что-то вроде гримерки и театральной мастерской. Дома я отрабатываю некоторые элементы в виде небольших растяжек с призывами детских фантазий и мечт. Знаменитый клоун Алекс успевает и публику посмешить онлайн, и почувствовать себя поистине домохозяином. Добрый день, дорогие друзья. Соблюдаем условия карантина. Все на самоизоляцию. Нет места лучше дома. Оставайтесь дома. Отдыхайте, мужики. Многие жители Ленинского городского округа, как знаменитые, так и просто обычные люди, имеющие полезные занятия в жизни, готовы делиться своими знаниями и умениями. Так олимпийский призер Евгений Рылов предлагает ежедневно заниматься гимнастикой. Помогает ему морально его домашний питомец. Можно делать вот так вот. Кто только начинает довольно-таки простое упреждение, кто уже посильнее, можно усложнить, сгибаться больше. Еще одно полезное занятие – самомассаж. Профессиональный массажист Дарья покажет, как сделать такой массаж правильно. Начинаем. По массажным линиям. Разглаживать мышцы. Ну и напоследок. Люди стали ближе, хотя и соблюдают социальную дистанцию. В этой непростой ситуации стараются, как могут поддержать друг друга и докторов – истинных героев нашего времени. Если вы хотите рассказать о своих интересных делах, присылайте видео к нам на почту видное-тв-собакамайл.ру и не забудьте указать телефон для связи. Вместе дома мы сможем многое. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Видное ТВ. Несколько компаний Ленинского городского округа объединились и оказывают доставку обедов медикам в Видновскую районную клиническую больницу. Это рестораны «Лесной» и «Грильхаус», пекарня «Булавка», а также интернет-провайдер «Видное.нет». Идею подал Максим Арапов, исполнительный директор торгово-промышленной палаты муниципалитета. Ежедневно предприниматели доставляют медикам полсотни обедов. Управляющий рестораном «Лесной» Владислав Александян в 90-е работал фельдшером на скорой и вспоминает, как нелегко было тогда медработникам. Тогда были годы такие у нас суровые, пришлось из профессии выйти. Сейчас вспомнил, а сейчас я в новой профессии. Я ресторатор уже много лет. Вспомнил о том, что мои коллеги голодают, поэтому помогаем нашим врачам сейчас справляться с этой сложной ситуацией. Ну и сами пытаемся выжить, потому что ситуация тяжелая, мы тоже хотим удержаться в этой профессии. Сотрудники больницы очень благодарны своим добровольным помощникам. Говорят, обеды очень вкусные. Первое, второе, компот, булочки, хлеб. То есть все полный... Вкусно кормят? Да, врачи довольны. Бизнесмены обещают, что будут помогать своим подопечным до конца периода борьбы с коронавирусной инфекцией. Жители пяти домов микрорайона Купеленка стали участниками акции «Аплодируем стоя», организованной местными активистами Молодой гвардии «Единой России» в поддержку медиков, а также всех тех, кто борется с пандемией коронавирусной инфекцией. В акции приняла участие и наша съемочная группа. Ровно в шесть часов вечера жители пяти многоэтажек микрорайона Купеленка вышли на свои балконы или просто открыли окна, чтобы всем вместе поддержать медиков, которые сегодня находятся на переднем фланге борьбы с коронавирусной инфекцией. Акцию «Аплодируем стоя» организовали активисты Молодой гвардии «Единой России». Они предложили исполнить вместе популярные песни. Павел Сенчуковский, солист группы «Поет Пыха», подобрал несколько известных композиций. Песни подбирались с учетом того, чтобы народ, как минимум, если и с ума сходил на самоизоляции, то с улыбкой на лице и с надеждой на то, что скоро все кончится. Я наем, фонтал, шуми, пассивы. Я ухожу, ухожу красиво. Жители активно поддерживали акцию. Одни танцевали, другие аплодировали, третьи махали флагами. Все это говорило – мы вместе против любой беды. Сиди в головах! Конечно, не всем сидится дома. Люди выходят в магазины, но как не остановиться, если во дворе такое действо? Это как бы спасет нас от пандемии, если мы будем сидеть дома в изоляции какое-то время определенное. И все. Чем занимаетесь-то дома? Пазл собираем. Пазл собираем. Пазл собираете? Много? Ну, один пока тысяча. Или сотка там что-то. Пятьсот. Пятьсот. Такие ситуации показывают, на самом деле, из чего мы состоим. Восьмой! Поэтому это хорошее время для переосмысления, для переоценки каких-то смыслов жизненных. Доктора, медсестры, санитары – сегодня именно от их работы зависит многое. Они без устали трудятся, чтобы поскорее победить ковид-19. Я очень рад, что наши жители услышали рекомендации медиков и стараются минимизировать внешние контакты. И за это им огромное спасибо. Мы работаем ради вас. Оставайтесь ради нас дома. Если каждый воспримет эти слова серьезно, время выхода из критической ситуации заметно сократится. А пока всем, кто остается дома, в помощь подобные акции. Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи в бою. И это все основные новости за неделю, о которых мы хотели рассказать в нашем итоговом выпуске. Оставайтесь дома. До встречи.